Бордец поставить Хм Пятёр Бориком, что проверил Call of Alliance, планируется, что Phantom Lancer будет стоять Пока что по плану Положение более-менее стандартное Разор в мид Ну и план непов очень хорошо выглядит вот в такой ситуации LD именно в лёгкой сможет 1-2 очень хорошо постоять Триплой здесь вообще ничего в мадаре не дадут потому что 2 саппорта просто больше чем 1 и морф с перекачкой сразу же может активно обденаивать Пару нам 3 в 1 И на миде у тебя панга против разора панга против разора может вполне неплохо и стартануть и что важно, панга на что может подтягиваться и прям разваливать крутить карту в то время как разор больше такой Оформилась О! Много Терёшечка Терёшечка это такое, да Не, это очень плохо на разоре кстати, когда вот такое происходит у тебя линия может так пойти сейчас и первую присос фейлил Да, зажимается тут немецкий команды Alliance Мадара тем временем пока что к клепам не слишком может подойти Вообще Продолжал саман плюс виверна они прям харасить очень жестко на линии Морф уже немножечко прикачался, у него 63 атаки он спокойно здесь будет всё скики динаить а явно венга за зону саманов виверны никак не смогут Может здесь опять стоило инсейне вообще пойти в мид немножко пангальера поднапрячить? Не, это плохо потому что ты уходишь отсюда сразу же верно может тп сделать на мид и пангальера ты вообще не напряжёшь более того пангальеру там по барабану Короче это не алхимик, да? Да, а здесь будет стоять шаман и с панарём стучать фэлл твоему по голове что-то так не саботает и там фишка была в том что они мейнкэрри гнобили вражеского по сути там бывал химик, да? и вот когда ты замедляешь вражеского мейнкэрри пангальера гноби не гноби там не особо что ну да так и что ему надо ему 6 level нужен и всё Поехали Слушай, но всё равно у разор кстати говоря по фарму всё хорошо в миде то есть он первую перекачку подфейлил но это не страшно в итоге оказалось 7-4-5-1 понятно что пангальер своё там фармит что хочет кстати всё таки выиграли гоблин векс и они уже ждут твоего соперника завтра часу и компания будет очень круто если отберётся на мажор? отберётся на минор для начала на минор но всё равно надо с чего-то начинать тем более что там ну кстати это всё-таки кунка четвёрка угу стоит брингером интересно мне кажется это вообще смысл не имеет да это вообще абсурд вот то что я смотрю на нижней линии мне кажется это лишено какого-либо смысла потому что здесь стоит кунка стоит брингером пытается как-то обдонайвать ландруида ландруид всё равно там своих крипов выносят ты не можешь обденайвать ну да работает а кунка четвёрка разве не через первую третью играет? на четвёрке играет через первую третью а зачем им это брингером? я не знаю сейчас же пофиксили да да пофиксили это же последний патч был да ну один из какое-то удивление сейчас видимо может произойти тогда я вообще не знаю это для меня вообще какого-либо смысла я подумал на секунду может вдруг это кунка который там типа четвёрка которая будет фармить ну типа теперь что игрок четвёрки будет играть на тройке но он не фармит же в предыдущем патче иногда так и играло что ты качаешь обдлингер и обденаиваешь например берёшь третий спил берёшь дерево и тоже обденаиваешь это не работает ну типа это абсурд а тут ещё и дело в том что они приоритетно фарм дают шадоу демона таким образом хорошо у тебя шадоу демон 17 на 6 против турида 13 на 3 и я скажу что когда лд получит пятый вот эти вот крипы стартовые не особо способны всё равно на этой линии не мадар это 9-1 и сейчас тайга сюда прилетел пытается теперь уже убежать не так и тут поздно уже тут смысл в том что морф левел 3 с двумя бендами как бы тут ты уже особо не можешь контестить у тебя кунка пришёл а здесь уже вот такой вот 90 урона вражеский фор в любом случае я думаю сейчас очень сложно даже психологически эту игру будет играть после такой первой карты и вот они если хотели как-то 3 в 3 стоять то кунки нужно бы прям сразу тп делать но тогда мне кажется ТЛД бы довольно стильно ТЛД и смогли бы здесь не было люди поняли что там иметь условного тускара или там какого-то вот такого толстого персонажа намного намного круче чем иметь условную вин трещину трещину вообще пропал ну он да он слишком нефабильный полезный попозже не расскажите эээээ 1 2 у вас аааа да я 2 2 2 это круто уночка смогли все равно с уровнем и там базовыми шмотками такой слабый герой безусловно мы уже видят но блин он уже вот не может стоять там он уже пошел там как-то обходными парнями кстати он может выпаливать крипов на маленький кэмп просто закидывать все это ядом и пармить может но если медведь на тебя смещается и медведь когда ой 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 это фата сейчас это фата сейчас отхижает а че он отменил кстати у меня отменили крестом тут сразу же ответочек фангальеру фрагнер жестче будет ммм или фраг медведи да одинаково мне кажется для в основном что у sd сейчас линию заруинил и тут будет линия пуш просто прилетит подойдет крипов и получит опыт он даже пешком медведь с призами ну да он видимо не планирует какой-то жадный билд через меда сыграть реально будет ммм с молниями сражаться у марфа пт и два бэндау у марфа 39 на 26 у мадары 18 на 2 на пл соответственно и тут уже прям очень тяжело по пл круто все сделали я так я так полагаю не совсем понял оставили опыт да марфу полностью тапы иначе почему он так быстро третий апнул ну видимо это там случайно даже больше получилось они бегали гоняли венгу они там с кункой два в два сражались вот так вот оно само как-то вышло не знаю было ли это запланировано но получилось прям карта 5 уже так разор вообще кстати ходу демон не получил здесь прям хотя нет тут есть перекрепающие баллисты есть просто как правило ты приходишь ну не хочется ставить 3 плюс морфом потому что тебе хочется высокого морфа особого то есть хотя бы третий но здесь у него подалось да его в нормальном положении да здесь они четко сделали они сделали круто и тут фишка в том что у них план был какой они приходят втроем в сложную если alliance тоже триплой становится то во-первых у них трипла даже поинтереснее выглядит во-вторых у них есть поддержка смида потенциально пангольер на шестом может прибежать еще и лондруид против в сд который должен свою линию прям выигрывать и более того который рано вышку снищет и тоже деньги дополнительные даст если вот так вот это все оставить на лд вышли чем временем но то лучше его убить да втроем довольно легко забирают 33 юл стоит спасбай у кайфа я тот ну а тот это типа offensive да выбор на разория юл сейфовый да не знаю и то и то брали а тос просто тебе и так жира дает в этом фишка а тос тебе дает силу и ты как бы плотнее становишься она просто дает тебе мр просто интересно что в некоторых играх мы видим один или а ты как считаешь такая логика выбора а тос или юл на разория ну вот первым предметом мы видели и юл некоторые игроки берут и некоторые берут а тос и у тебя может потенциально еще и подцепить скрытно в этой игре знает пор не прокнут или саллас от мангольера ты взял нажался и ул нормально как до бкб чтобы полегче жить ну да плюс мана реген и периодически мы видим последние билды сейчас же они вторая скилла первой для фарма ага ну и тим ману дают насчет эмэса возможно но и не кто на что обращает имена не 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 Они дали ему со старта разгонщик, и да, его там, конечно, уже с пятого голосуют. Кунку сейчас убьют. Хороший фраг. Ну как? Убьют линии. А, убьют линии, да. Отпустили, но они погнали за Разором. Разора они убили, это даже важнее. Сейчас, кстати говоря, можно и Кунку убить. Отлично, сейчас Фато сыграл. Два фрага сделали, две баунти нижние точно заберут, но верхние две модера. У него были фейзы, и он после этого собирался себе приобретать. Дальше... Маленькие артефакты тоже брать, потому что, если сделал радианс, он будет фармил. Три 500-ые они. Тут эти кросс-ботиночки, что-то форик. Рызы, плюс ботиночки. Как активно действует Бангольер на карте, еще и сюда Эйс пришел. Если получится сейчас еще Разора убить. Не, они его просто просадят немножко. Может башнику? Да, катапульта уже. Да, снова. Радианс Топ Тауэр Радианс Топ Тауэр Уход морф. Кстати, тут, мне кажется, можно и шотган взять. Послединки. Ну, само собой. Можно вот ган взять. Типа надеяться, что вот как раз команда будет с Пэлом разбираться. Там и Медведь с молниями будет. Типа надеяться. Типа надеяться в боксе. И Виверна, и Панга. А ты будешь как раз таки вырезать таких вот товарищей. Это Демон. Да, как? Да, как? Кстати, второй раз. Ну, сейчас посмотрим, что он качает на седьмом. Не, смотри, в Радик выходит. В Радик, да? В последний раз, когда я прокликивал Саксу. Ну, я в том, я смотрел тоже игру. Прокликивал Саксу на Рассе. И у него раскачка была 2-2-2. Без змей? Не, я имел на седьмом. А, на седьмом? И это было очень странно. Подвязали. По хекс-2. Обязательно или были здесь змей? Сколько тебе нужно? Не-не-не, я им тут вообще либо в один на четвертом, либо ты вообще не качаешь. Играешь 4-0-2. Ну, не точно, не 5-2-2-2. Не, я так играл, кстати. Ну, что должен быть манит? 2-2? Ну, там... Это самое нерациональное. Там ты берешь 2-1-2. Ну, вот у него, кстати, сейчас 2-1-2. 2-1-2 ульт и седьмой, восьмой, девятый ты хекс-4 берешь. Я так играл, мне, в принципе, нравилось. Объясните, пожалуйста, логи. Он закрывал героя. Ну, они закрыли венгу. Ну, а зэп спрятал и разбили бы сразу. Выбежал эвенда. Не, ну, просто... А даже если бы убили, стоит ради пятерки ставить мейк? Там просто стимфайт, наверное, на мичкам больше. На четверки стоит, на самом деле. У тебя, когда ты на саппорте играешь, для тебя любой килл — это килл. Ну, там просто башня была, можно было, типа, ближе к праву поставить, чтобы они... Не, он пытался закрыть. Там просто замес намечался, наверное, вот с этой логикой ставил. Просто если там замеса нет, если вражеских героев нет, ты и так уйдешь венгу, и так с медведем башню убьешь. Если же замес уже будет, то лучше заранее варды поставить, чтобы сразу они вышли. Фантом лайнсер не налаживает дела совершенно. Морф оторвался от него на три тысячи. Конечно, он фатом вырубил просто. Мы говорили о том, что при равном голде морф может даже сражаться с ним, а тут никакой равной голды быть не может. Ну да, с перефармом. Морф будет очень сильный. Вообще, был вроде сильный герой, но без шмоток. Ну, убьют здесь по 5. Страшного. Черочка. 15 секунд. Есть время. Есть еще глиф, если что. Да и даже без глифа. Общать? Десятого уровня уже морф. Так, куда? Забавно вот это. А спасет это? Там уже пангарьера туда катятся. Пангарьера может сразу дальше катиться уже? Угряду. По-моему, он и не хотел, если честно. Там, по-моему, такой угол поворота был, что он точно мог ехать дальше. Ну вот у него уже новые змейки. При желании можно вот сейчас бахнуть. Тут один пока что. Третий. Аккуратнее ему действовать. Там есть линза. Да, да, линза. Че он ферминий? Не-не, есть. Фапнули. Третий погибает. И вышечку дали добрать. Можно, кстати, юл это специально против друида. Вот то, что мы видели. Дизейву пошли в одного героя, он поднял просто медведя, чтобы не было эфира. Ммм. Все равно он не попфит. Здорово. Такие, такие смерти ничего особо не дают, кроме времени для ПЛ, но времени ему нужно еще намного больше. Потому что у него только пиажа появляется. О, появляется Пангольер. Отличный врыв. Можно... Да, но Пангольер остановил разор в итоге. Кем не сказал-то, что он много времени для Пэлла выиграл. Потому что Пэлл, он на нижней линии покажется, если туда придет кто-то его выгонит. Ну или Панга, или даже Морф. Пэлл. Мерф обликнованник в терише. Мерфが БACА cerber. Как только, когда он покажется... А нет. Я еще гарантирую, а нет. Пошел. Патта прекрасно понимает свою задачу по карте. Видишь Пэлла, ты идешь, его... Видишь, этот демон повсюду на карте. Стал появляться, очень много работы выполняют для Alliance сейчас. Омарфа уже линкен-сфера. Бенда очень неплохой билд для этого момента. Сравнивая с тем... Пэлла. Яши. Шаманты довольно-таки далеко. Пусть еще дальше, а вот линзы готовы шамана. И блин, кстати говоря, довольно агрессивный пилд для карьера, по-моему, там он... Блин, пошел после джевелина и... У него молнии. У него молнии, да. Арканы и... Так, выход в Смаке у нас... А тут опасно драться для Alliance может быть, потому что Пангарьер уже появляется, корабль залетает, но... Довольно живой еще Лондруид. Прилетел сюда еще и Мор. До сих пор жив Лондруид. Сколько контроля выдает сейчас Пангарьер? И Венга должна отъезжать. Вместе с ней может и Шадл Демон сейчас отъехать. Тридцать третий до сих пор жив. Да там даже не близко. И на этом... Ну, вообще, очень странный файт это Alliance. Ну, видишь, хотели в Смаке выловить, но там уже вкачал ульту. Тридцать третий. Даже если вы убьете тридцать третий, вы деретесь на вражеском шрайне, когда там герои очень контактные. Кстати, вот в какой момент уже смотрим, постоянно кто-то приходит на вражеский шрайн, то сразу же там отлетает. Помни, за сегодня ни один выигранный файт на вражеском шрайне. Тяжело выиграть файт на вражеском шрайне. Тебе нужно прям такой перевес. Или тебе нужно там сразу... Взрывать героев, да. Тебе нужно двоих вырубить, и что противник, то дальше ты пэшел сейфидел. Вот так ты можешь выиграть. Тридцать. Скайзель покупает. Да, решил без... Морф вообще, мне кажется... Просто масса. Такими деньгами может. Поэтому там Разор его догоняет, но... Разору очень сложно сейчас без БКБ, потому что он Юл тратит на агрессию постоянно. Потому что ничем другим цеплять особо... Хотя получается там есть вроде что-то. Да там и круста есть. Да, курс саппорт. Ну, в Пунка. Там есть саппорт и два. Оба саппорт и... Там там считай три героя могут цеплять. А может Пунка и Венга, и еще и шедлу демон. Причем, ну да, и демон лучше саппорт и саппорт. И саппорт и еще шедлу демон. Этим проблем нет. Тут задача вот единички и двоечки, и дамажить в Альянс. Пожжите дамажить. Опа. Сакред Релик. 12-ая минута у нас. И... 20-ый. 33-ый вынесет такие Радианс. Мне кажется, у Альянса прям колоссальные проблемы как-то этого начнут. Вот. Медведя убивать толком нечем. Тут нападают. Нет, тут Пангалер просто... На самом деле, у Паты какой-то нереальный эффект Пангалер. Потому что его на карте очень много. У Патов, правда, поймали. Его сейчас могут забрать Атлетным врагом. Но... Ну да. Может быть даже еще. Пяти. Винтерсперс. СВА произошел. Тут Бенга побила своего человека. Скоро он не убежит. А команда не рядом там? Не будет спасать? Нет. А это, кстати говоря, уже другая команда зашла на вражеский Шрайн. Хоть и Шрайна не было, но просто зашли в вражеский. Там до Шрайна было буквально. Духой подать. Убили, конечно. Опа. Яша. Передумал, что ли? Да, решил сказать мне брать. Ну, Скади мне, если честно, и не нравилось. Я хотел сказать, что если уже с боевого, типа, брать манту через Яшу. Яша МС дает. Яшу. Возможно, что быстрее перемещаться и быстрее дофармливать. Вы еще покупает Яша. Яша Скади иногда покупает. Да. Можно и так. Но Яша, если ты уже так решил, чтобы просто вот... И вообще, мне кажется, сходить, когда есть кого замедлять. Ну, так хорошая проблема, когда есть кого разор. Может, пытается взорвать. Взрывай от Вингула. Не. Ну, Скади это все еще очень много статов для морфа. Силы и... Силы. Три баунтируны для NAP. Разве... Что-то дам не больше дает. И перекачаться. Ой. Так же, мне кажется. На самом деле, ну... В Кадди мне не нравится. Я так скажу. Хочет в Кадди, пока я беру в Кадди, но... Мне кажется, это будет... А вот и Рейдинг. Въедем? Сейчас что там у Пэлла? Монта? Яша? Яша, яша. Нет, не... Готово. Монтае хочет купить 2 парня. Без второго уровня. Вернемся в прошлую. Купер за второго уровня. Радиент. Хорошо, Пл. Пэлли вообще шикарный. Он ты и сейчас хорош на нем? Без второго уровня. Да. Галера 2 500. Должны быть. Морф с Разором соревнуют. Морф с Разором соревнуют. Но, кстати... Я давненько не помню... Пангальеру так... Так много денег будет. Змейки поставили. А где Хаманда-то? В Тинтерскёр сойдет. Убежать. ДНП, мне кажется. Хотя тут Медведь приходит с Радианцем. Пытается как-то прожечь. Саксу потеряют. Саксу уже все. Как-то забирают. Что дальше? Медведи ковыряют. Морф начинает нас стреливать. Но там БКБ-то есть у Разора, кстати говоря. Разора ничего не сделаешь сейчас. Он с Галер уже тоже без ульты. Шрайна нет. 33-й, кстати, ТП сделал-то не на базу, а он... На Шрайн? Опа! Разор. По-моему, вообще. Делал ТП. Или на Шрайн, или на высшую. Где-то рядом. Вообще, размен 4-ки на 4-ку очень неплохой для Нипов, учитывая то, что они сейчас могут поддавить башни еще. Это под вражеским Шрайном было, и да. Это вот тот самый случай, когда уже преимущество достаточно большое. Потому что перчатки покупают. Вот это, кстати, тоже его фишка. Да, так. Света. Угу. Просто так. А у него же бит. Насадный вполне. Второй уменьшает перезиряться между ударами? Да. Здорово. Видос как? Вроде так. Взял. Взял 15-ти минутный видос Адмирала Бульдога, где он войнил на Торр. Что ужасно. Ну, как ужасно. Ну, как ужасно и, ну, как ужасно новый Лон Руиз. как видим и проигроки так считают не берут его и играют именно здесь мы видим здесь не самый обычный троида третья позиция грудь передумал спорта ватмер на бахну могут показать нам таланты я видел на самом-то телебилд когда именно на ванн-труиде брали там или так рано смол 2-го ханипов сейчас первых тревожки шайни да но сейчас точно не стоит украина и цель за детектив разор идет сюда можно быстро шамана попробовать взорвать бкб не успел разор нажать прилетает корабль успел покатиться пангалер отлично разора из контроля разор не нажала бкб разор разор умирает очень неудачное начало драки для и лайнс улетая нажимать пока мол вообще там по моему было довольно очевидно что что у него были по моему мне они у меня не блокно я потом уже не было когда когда там он подходил забыл очень непосредственно вы удали киров ну ему дали два стана эфиры и потом сетка по моему было вот тут был момент когда он там что-то нажал или кажется тоже был он после текста еще проехал туда на реку и потом на реку на реку поехал под фиром и рит его испугал он под науки потом два раза поста и так тогда претензий к этому нет но все равно к шаману просто приближаться без груда ты видишь шамана тебе нужно нажимать бкб убивать шамана жестко не за контролем этой ситуации потом кунка просто уже свой прокат долл этого шамана то знал ну да но с другой стороны а как это когда тебе еще бкб охранить и спирант мне кажется команда ты должен был об этом честно говоря больше не так много чем против чего он тебе даже нужен и фаза у му фантом лайнсера но все еще он там догоняет активно просто в целом по игре денег очень много рак чудо демон ловит вас 3 или наоборот все это дело происходит победе находит ворф здесь уже и сакса корабль долетел тайга какое-то время варить под радик и минус 2 героя уже но нет еще нет эта игра будет долгое бонгальер про на лайнс лайнс сыпется просто на глазах минус и моддан и герой и сделает 3 полкил мадара отчаянно за команду тоже впрягается и как-то его не должен сказать хотя есть дофель лярда упад и очень много работы на ляр выполнил на карте теперь еще и жирненький 20 пил взял на высотом били уже и стаде готова хорошо там виде готова 2 2 вообще с таким таймером у фантом лайнсера подняться стоило ну они решили что рошан поважнее ты пожалуй так и есть и я бы тоже рошан больше поднял на месте кодекатом морс а пола же ну фантом лайнсер целом очень вот и где его опережают порву хватит демона по да по то очень далеко залетел по то сейчас пытается здесь полота найти увидел сейчас что демона перна да теперь надо убежать и карте вообще не взять подарка на луна вот под ультой может быть не да а я хотя фото там тем временем драка что ли началась отрешал бы вписаться за своего мидера змейки потраченные по да мы бинкал блинкал использовал чуть-чуть не хватило до реагрессировала вы немножко отчаянный был мув какой-то поверил но это по идее не по мне сильно сейчас помешает можно просто про фармить леса они минуту сейчас его подождут и потом можно иногда пытаться ворваться у них и радик есть л.д. вес ли появляется не нравится вот это кунка на четверке стоит брингером на первом уровне которая просто весель покупает и да там и так а касты были у нас а по герой вот это очень хороший враг может быть он и будет он и будет по фантом лайнсеру находит как моменты слушайте на самом деле концу дня не по мне кажется прям заиграли то есть вот первая игра против лайнс была прямо очень тягостной первая игра против лайнс была такой же как наверно вся серия предыдущие у команды на эти но вторая карта прям очень уверенно тут драма идет там деле даже не вот выбор героев а то как они линии расставили вот начальный план уже очень сильно облегчил задачу и на карте мы все видели шину они по активнее играют в целом тут и пангольер который по всей карте побегал и граф там обусловлено если там было все-таки начальное преимущество за альянса да 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 то здесь вот как раз драфт на то что ты уже играешь первым номером ты выигрываешь линии ты делаешь карте и как мы видим это все работает а альянс наоборот было задумка на то что они в лейд выйдут файл там 25 левел возьмет доппельгангер и вот это вот эта история и еще и медведь выжил и медведь там уже бежит и кажется могут бараки ломать и ведь на базу полетел под филикс еще подходит разор сбили линку там еще егес есть змейки поставлены полетел вперед морк катается пангольер по всему файту до сих пор живой морфлинг пока ничего не получается у лайнс бараки похоже придется терять так винтер сперс цепили разора разору очень больно разору надо отойти сейчас ты покинется в траку сейчас очень опасно эти разору мкп купили не п так морф кого будет своих брать и понятно да и некого брать романа может текст он возле превратился правда у них получилось забагать иллюзии может быть шаман при себе потенциальные вера не ты можешь верно включить и перекусить да да и у тебя огромный раньше так надо довольно таки интересным 12000 31 минута в игре намного уверен я для на и пи района по выламывали браке как бы из шрайна выходить намного опаснее да теперь уже набрали что я неплохо не поперешь тут считаю что лес то в принципе ничейный и фантом лансер быстро свои предметы не получает него как он купил диффузатом до тараски у него есть он даже изначально изначально над сатаником думал и вид по ну ты же хочешь на бэк наверно сохранить хотя да с другой стороны какая какая разница ты в бэком или нет тебя предмет у тебя команда все умирает и выкупаешься тоже основной разницы нет и файл это не тот герой на котором там за танковать выкупится и прям как-то ну по крайней мере с такими предметом кримсон готов пол а там ухваты на манула и таких есть пробивать а теперь тем более фан да не только фату не ну ты знаешь как бы пока ты разберешься с одной проблемой там еще три на горизонте так-то шаман это обычно тут та четверка которая тоже денег имеет довольно много и увидим что буду демона стремительно догоняет таленс что спасает у них действительно хороший от спам на игрокаун твоем драфтой плазма вот это 4 поезонный я там задувает тоже не можешь как-то он все-таки накупил причина надо когда я видел ну и на и пиксате даже если даже если они показываются в уровне игры да но стабильность некая у них есть они на манула на манула на депси и ванта и ездят они пропустили хоть иди они не может пропустили но имеется виду что либо тот либо то деписи они в киеве были правильно и не были там были можно ли они можно не очень ярко так что команды довольно стабильные и верны такие конечно наверное эйсу и фате после предыдущего сезона делать как-то наверно поярче чуть-чуть чем один неплохой финиш на фоне я нынче и так было в топоте я общался безуспешно я спрашивал там многом говорили и врача меняешь там люди ведь не хотят слушать лишь я собираю людей которые место уходят и возможно чем-то типа эйс и фата поэтому невозможно точно да 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 тут тут еще вопрос да в чем в чем именно не хотят играть больше касается игры видение может в плане там майнсета например что они как это то же самое я имею ввиду что одно дело там если вы не согласны с тем как надо играть другое вопрос как вы не согласны драка начинается хорошая раскат от баты покатался но они без кунки дерутся как минимум до разор умирает есть байбек который вот шаман успел поставить змейки перед смертью покупаться придется потому что пойдут тут можно или гг написать или выкупить я просто потому что возможно у них там майнсет тренировок был немножко другое то можно не хотели сколько играть или может они хотели там это этим не смогут что на этот вопрос я не смогу я и говорю что я к тому что может быть не слушали его в разных аспектах скажу не не стресса правом правом просто в последний мой опыт европейский канал в каждой команде если хочешь успешное отреждение you should be on the same page все вокруг того чтобы быть на одной странице смотреть в одной стороне а это в этой по крайней мере серии много раздор кстати так и не выкупился драка все это идет ну не хочешь выкупаться я вот не знаю а какой смысл не выкупаться как бы да тут если честно пожалуй уже он выкупился за 12 секунд смысле но объясните мне джентльмены это гг но это тилга понятно тут ничто не поделаешь можно было выкупиться попытаться подэффить мид скорейства этот не получилось с разором хоть без ну или если бы даже подэффа лимит не сопротивляться удача преимущество 25000 когда герой сделать бэйбэк за 12 секунд что приехать высосать дэмэджа из медведя и уйти ждал момент там просто был момент где уже пэлла бьют ногами уже близок к смерти как дэш герой в диспозиции если честно я конечно игрок не самого высокого уровня но даже мне было понятно что пэлла будут бить ногами и в этой игре еще например ничего не понятно да для тебя то понятно я к тому что понятное дело что в этой игре еще ничего не понятно и вот яркие софиты когда из другой дисциплины приходишь часто так бывает по которым не упадет так или чё в конце концов не такой плохой 20 15 правильно правда кстати правда играбельно вполне я видел как на у джинов но фантом ланс или там на интернешнл там бы при гангер на двадцать пятом фулдауном три секунды еще был не 4 по ехали просто ой я году его поймали вот шейху эх ну даже да и и и и и и и а а от и и и и с и когда вилайн сегодня уже поиграли в альянс хотя бы выиграли свою против опыт пол но получается это проиграли сфт прошли такое что важно вот лично для меня получали нет до директа и компании нужно выиграть одну серию из двух пасть они уже находятся вот финале верхней и два слота уже гарантина на топ-3 а им нужно выиграть и у nip или если они оступятся то потом одну стерю слушай но вообще вроде как бы и звучит круто но с другой стороны и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!